Здесь сначала создавалось все для ракеты-носителя самостоятельно. И вот как раз рабочее место ракеты-носителя. И не последствия, что сам ракета-носитель. В соответствии с решением нашего президента, было принято решение здесь строить комплекс «Ангара». Это уже другой класс ракет. Это уже совершенно новая ракета, современная ракета. Если та ракета полуавтоматическая, то это полностью автоматическая ракета. А это с 3 метра, да? Это диаметр, сказали, что 8 метров там написано. А это включая вспомогательные блоки? Да, это все вместе в собранном виде, вот в таком виде 8 метров диаметра. Да, 맞습니다. Это основной принцип этих ракет, они модульного построения. Вот это один модуль, собирая их, мы превращаем ее в среднюю ракету и в тяжелую ракету. Собирая модули. Это Вадим Владимирович, это новая технология, в том числе и мобильная башня обслуживания. Такого у нас в стране больше нет. Это ракета у всех других таких в мире, что она не стоит на стартовом столе. Она висит. Вот это называется верхний силовой поезд, держит ракету. А вот эти наклонные, это как раз и есть колонны заправки и электрические коммуникации. Вот это называется кабина обслуживания. Она в сложенном виде находится. Когда ракету устанавливают, тогда ее поднимают для обслуживания двигательных установок и заправочных коммуникаций. За час тридцать запускается пусковой режим и в автоматическом режиме ракета улетает. Есть ракета, заведенная еще основоположником Сергея Павловича Королева. Всегда обходить ракету против часовой стрелки на старт. Это огонь. Это огонь. Да, огонь. Там еще есть стартовый стол. Если я говорил там, что ракета висит, то здесь она уже ставится. И этот стартовый конкурс уже является универсальным для всех типов ракет. Легкого, среднего и тяжелого класса. Вот отсюда мы планируем запускать тяжелые космические аппараты, в том числе и пилотированные аппараты, в том числе и на Вну. И от ракеты до последнего болта здесь все российское. Вот они. Все Ракеты, все иalityеты. И в конце концов, все блоки и políticas.